Рима 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 Токи встретился с молодым дарованием бразильцам. Почти одинаковая расцветка присутствует у некоторых, у некоторых, у некоторых, у некоторых, у некоторых, и разбирали на футбольном канале ничего, что у нас, что у них. Удар с дальней дистанции. Рейна пошел делать втык своим за то, что дали ударить поворотом с десяток-полтора. Далее Барселона позиционно, очень грамотно построила игру с учетом того, что она хочет в конце концов. Пару десятков метров. Ну и хорошо бы еще и почувствовать мяч. И партнеров то же самое, сыграть с кем-то в пас. А пока что потеря мяча Барселоны, это Ревалдо, Канделя. Канделя владел больше всех мячом в первом тайме. А если в процентном отношении, то ненамного Рома была впереди, но зато поворотом почаще били гостей. Потому что за этим работают команды, всех ее служб и так далее и тому подобное. Это зрители, это зрелище в конце концов. Так вот, если хотя бы часть корпуса, ноги, и проведенная линия через, вот так сказать, соприкосновение условное. И они наказываются на этой линии. Мотто. Хороший пас. Ревалдо. И удар неожиданный. Это Ревалдо. Вот этот неожиданный удар. Из-под ноги Пануччи в дальний угол. И вот удар этот Ревалдо. Смотрите, в дальний угол. Продлиния полетит, а где-то опустит в конце концов. У Монтеллы в ногах на левом краю. Канделя с мячом. Нет офсайда. Удар в дальний угол. Рейна овладел, не был мяч подхватить. Вот этот эпизод. Токи бьет поворотом. Мяч отлетает. Не боюсь жесткой фразы. Пуйоли. После чего был забит ответный гол. Кафу с мячом. Передача плохая. И мяч ушел за пределы. 0-0. Матч Рома Барселона. Да. Качество паса. Это все то же самое. Качество игры. Качество атаки. Качество голевой ситуации. Канделя. Канделя против Мотте. Утого длинные ноги. Поэтому не рискнул его обыгрывать Канделя. Эмерсон. Тотти. Кристанваль. Пас назад. Под удар Канделя. Удар поворотом. Гол. 1-0. Эмерсон успел подставить ногу. Изменил направление полета мяча. Мяч улетел в дальний угол. Рейна нырнул в ближний угол. И уже естественно был бессилен. Эмерсон. Вот это схватка Кристанваль. Тотти. Тотти отпасовывает мяч. По-встречному бьет. И причем почти даже мимо, по-моему, пробил. Канделя. Но подставленная вовремя нога. Эмерсона и гол. Вот он. Вот из-за ворот было бы лучше. Я уверен, что мяч летел мимо ворот. Точно. Летел мяч мимо. Мяч снова у Ромы. Теперь у Батистуты. Батистута направо. Кафу. Кафу. Монтелле. Монтелло заложил вираж. И решил от двоих убежать. Если к Олимпиаде, то кто смотрел в горный лыж, это удар поворотом. Смотрите. Мяч летел мимо. Видели, как он летел мимо? Метра на 34. Так вот Канделя заложил такой... По двоугловых только. За весь матч. Канделя пробрасывает между двух. Хорошо задумал. И, в общем-то, все делал правильно. Опять удар поворотом. Еще неудобно бить. Передача назад. Свисток орбит. Рогов. Но после свистка нельзя. Это Тотти. Мама. И судья его же поднимает. Вот этот удар. Парирует Рейна. Батистута здорово обработал. Увидели. Проскочил мяч. Все-таки зацепил ее. Друг. Джерард там овладел мячом. Пасовал налево. Слева клюверту. Клюверт направо. Пуёль. Пуёль на замахе. Убирает один раз и второй. Канделя. И набрасывает мяч. И. И. Но все после свистка. А все в принципе. После того как судья на линии. Ну-ка. Я не могу дорогие. Я не могу смотреть на этого арбитра. Да и на того тоже. Немножечко. Свою игру. Учитывая что проигрывает Барселона. Усилить акцент на подыгрыш. Но. Наверное все-таки хорошо. Монтелло должен забить. Монтелло должен забить. И он это сделал. Да. Так вот. 2-0. И. Пуёль. Наверное все-таки не смог до конца раскрыться. И вот. Способности. Атакующего. Потому что. Очень строго сыграли. В этот раз. И по муче. И кандаля. И вот. Смотрите. Как обыгрывает. На скорости. Монтелло уходит в центр. И в дальний угол. Под притирку. Со штангой. Видите. На встречном движении ловит Крестанваля. И тут же вторым касанием в дальний угол. Как на тренировке. Вот. Отработал. И получи гранату. 2-0. Каждый раз выходит и доказывает. Выходит и доказывает. 2-0. А это уже. Забина. Ну мы размышляли. На природе таких забитых мячей. О природе. Извините. На природе. Вообще на стадионе. Это на природе. О природе таких забитых мячей. Вот уходит. Скажем. Рибалду. В центр справа. Где он. Окопался. И играл большую часть времени. И левый бьет. Частенько так. Забивают. В дальний угол. Обводящими даже ударами. Дель Пьерро позволял себе такие штучки. Ну вот. Короче говоря. Страшные вообще. Так сказать. Эти моменты. И тем более. Что всегда непросто приходится вратарь. Иногда бывает. Ну ходит справа. Туда в центр. Идет. 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 И на замахе. Неожиданно бьет. В ближний угол. В тот самый. Где вот каким-то мгновением раньше. Вратарь стоял. Вратарь вот ищет. Учебно-показательный. Сразу. Бывает попозже. Но. На это поговорка родилась. Если. 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 Сразу. Удар очень опасный. И. Не сумел бы ничего сделать. Сам он туньер. Если бы угодил. Скорого. Клювер. Но ему показалось. Что игрок. Который отвернулся от мяча. Все. Ну пусть играет. А мы не будем знать. Сколько. Тем приятнее. Как сыграл Монтелло. А. И пас. Кафу. А под тот под удар. Ну-ка. Томази. Приложись. Браво. Я не могу не аплодировать этой атаке. С вашего разрешения. И вас призываю. Это высочайший класс. Дорогие друзья. Высочайший. 3-0. На этом можно закончить. Начните с центра поля. Идите отдыхать. Дорогие друзья. Смотрите. Ну это заключительная фаза атаки. Когда Томази пробил поворотом. Вот он. А не с этого надо повторять. Эх вы дорогие коллеги. А еще такой футбольной страны. Да. Видите как объявил он. Самуэль. Ну теперь уж поработает режиссер спецэффектами. Игра. Зрители. Зрители. Игра. Потрясающая комбинация. Которая привела к третьему голу. 3-0. В пользу Ромы. Ромы. Ну что.